Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ты сказал, ешьте мою плоть и пейте мою кровь, будьте иметь жизнь вечную. Кто не будет есть плоть и сына человеческого, пить его крови, тот не будет иметь в себе жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы имеем вечную жизнь, мы имеем Тебя. Аллилуйя и слава Тебе, Господь! Мы являемся причастниками Божеского естества. Аллилуйя! И наша вера с каждым днем все больше укрепляется. То, что Ты любишь нас, что Ты возлюбил нас еще даже тогда, когда мы были грешниками. И любовь не в том, что мы возлюбили Бога, а в том, что Ты возлюбил нас и предал Себя за нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту жертву, за этот подвиг на кресте. Аллилуйя! И принимаем Тебя, Твою жизнь, со всеми, со всем, что Ты, с нашей судьбой, которую Ты предопределил для каждого из нас. Во имя Иисуса Христа, молюсь, аминь. И еще ломаю за Вас сломимую. Видите, это все. Серьезно, Крус, Моя Новая Завета, за множество изливаемого в состоянии грехов петь это всем. Давайте кто-нибудь поем. Ранил мне все, что Ты сказал Ты не уже ведь я на себя Серьезно, Крус, Моя Новая Завета, за множество изливаемого в состоянии грехов петь это всем. Серьезно, Крус, Моя Новая Завета, за множество изливаемого в состоянии грехов петь это всем. Серьезно, Крус, Моя Новая Завета, за множество изливаемого в состоянии грехов петь это всем. Крус, Моя Новая Завета, за множество изливаемого в состоянии грехов петь это всем. Крус, Моя Новая Завета, за множество изливаемого в состоянии грехов петь это всем. Крус, Моя Новая Завета, за множество изливаемого в состоянии грехов петь это всем. Крус, Моя Новая Завета, за множество изливаемого в состоянии грехов петь это всем. Крус, Моя Новая Завета, за множество изливаемого в состоянии грехов петь это всем. Моя Новая Завета, за множество изливаемого в состоянии грехов петь это всем. Моя Новая Завета, за множество изливаемого в состоянии грехов петь это всем. Слава Тебя, наш Господь. Давайте продолжим размышлять над Словом Божиим. Но прежде мы по традиции нашей церкви будем учиться молиться по Слову Божьему. У нас на очереди Евреи 13,8. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Аминь. Слава Господу. То есть в тот момент, когда мы встретились с Иисусом Христом, он не изменяется. Он как был наш Спаситель, так и остается нашим Спасителем. Как был нашим Искупителем, так и остается нашим Искупителем. Как был нашим Искупителем, так и остается нашим Исцупителем. Как он был нашим Освободителем, так и остается быть нашим Освободителем. Аллилуйя. Иисус Христос, как был вчера на моей стороне, так и сегодня на моей стороне, на нашей стороне. Всех Искупленных, всех, кого Он избрал, всех, кого Он спас, всех, кого Он выбрал себе. Аллилуйя. Чтобы мы были пред Ним святыми, непорочными в любви. Аллилуйя. Слава Господу. Поэтому мы верим и утверждаем это, что Иисус Христом вчера и сегодня и вовеки тот же. И раз Он обещал нам все эти обетования Нового Завета, так оно и есть, так оно и будет. Аминь. Слава Господу. Итак. Давайте начнем размышлять над Словом Божьим. У нас на очереди Исайя 12.14. Исайя 12.14. Как многие изумляли, смотря на Тебя, только был обезображен паче всякого человека, лик его, и вид его паче сынов человеческих. Аминь. Это говорится об Иисусе Христе, когда Он был здесь на земле. Когда Он был сыном человеческим, ходил по земле, родился через Деву Марию и был обыкновенным человеком, как и мы, и как и всякий любой человек. И был искушен во всем, кроме греха. И когда пришел час ему расплачиваться за наши грехи, вот, когда Он на Христе понес наказание за нас, за грехи всего мира. Библия говорит о том, чтобы Он был настолько обезображен паче всякого человека. Ну, дьявол много разных казней придумал, чтобы обезобразить человека. Но Библия говорит о том, что Иисус был обезображен паче всякого человека, настолько был обезображен вид его паче сынов человеческих. И многие изумлялись. И Пилат, он дал приказ бичевать его и казнить на кресте. И для чего он это сделал? Почему вид его был обезображен по отчим всякого человека? Это для того, чтобы мы с вами стали прекрасными. Аминь. Бог заплатил за наш образ Божий, чтобы в нас этот образ Божий не потерялся. Когда мы видим человека, который утопает в своих грехах, мы видим, как его образ Божий стирается. Просто человек становится на животное похож уже, когда он теряет образ Божий. Так вот, Бог, Он заплатил, наш Иисус заплатил, да, за то, чтобы мы с вами стали все прекрасными. Чтобы те люди, которые выбрали путь за Христом, да, они стали прекрасными. Прекрасные. Песня, песня говорится. Вот. Возлюбленная моя лучше всех, да. Возлюбленный мой. Как прекрасно ты, возлюбленная моя, говорит жених твоей невесте. Наш Иисус, это наш жених. Вот. Он сделал свою невесту, невесту прекрасную. Библия говорит о том, что возлюбленная моя лучше всех. Вот. И словно Лилия, она словно Лилия, тридетерми. Ты возлюбленная моя, тридетерми. Аминь. То есть Бог, Он нас выбрал, и Он отличает нас от всех остальных, потому что Он сделал, Он заплатил за то, чтобы ты был прекрасным. Вот. И Библия говорит о том, что Он и обнищал для того, чтобы мы обогатились нищетой. Так же Он был обезображен, чтобы мы стали своими прекрасными. Аминь. Слава Иисусу. Берите это для себя, потому что, да, все хотят быть прекрасными. Все там что-то там, все пластические операции делают, чтобы стать красивее, там, или еще что-то. Кто-то там спортным занимается. То, чем только, что только они делают, чтобы, ну, там, макияжи всякие, там, палоны красоты, там, прическу все, чтобы быть прекрасными. Особенно женщины, да, хотят, да, чтобы быть красивыми. Так вот, Господь, Он решает эту нашу с вами потребность. Потребность быть прекрасными, быть красивыми. Вот. И за это Он заплатил. На кресте тоже. Аминь. А так, давайте дальше, что надо размышать. Салом 4,7. Салом 4,7. Многих говорят, кто покажет нам благо и веном свет лица своего, Господи. Аминь. Мы с вами молимся, да, о том, чтобы нам познавать Господа. Чтобы Он явил нам свое лицо. Знаете, что лицо Бога, оно прекрасно. Оно сияет, как ярче солнца. И Он настолько красив, Господь, что, как в сказке говорится, не пером описать, в общем, не сказке сказать, не пером описать. Знаете, вот, и сказка такая, про синистый, ясный, сухо. Вот. Так там у купца была предочередь. А одна попросила, значит, и туалет там красивый какой-то. Вот. А другая попросила там тебе, не помню уже, ну, в общем, наряды какие-то, вот, для того, чтобы украсить тебя. А третья дочка младше попросила, пёрышка, а сынистый, ясный сокол. А вот. Вот мы с вами похожи с вами. Вот и кто ищет слава, кто ищет лица Божьего, это, вот, если смотреть аналогию, да, мы помним, что младшая сестра, она получила самого финиста, ясный, сокола, жениха, вот, который был, превращался в сокол. Вот. Вот. И он к ней приходил каждую ночь. Вот. И сёстры, они завидовали ей, они посмотрели, увидели, в общем. И козни стали стройки. Так вот, если ты просишь, да, чтобы Бог ее учится за лицо, то ты на правильном пути. Аллилуйя. Многие гоняются там, что за благословением Божьим, да, многие гоняются там за деньгами, чтобы Бог им дал денег, чтобы Бог им дал, там, исцеление, помазание. В общем, славу, в общем, все Божье. Вот. И служение, там, пробуждение, вот. А мы ищем лица Божьего. Мы ищем лица Божьего. Может быть, кто-то над нами смеется, вот, и говорит, ну, что мы глупы. Так что ищем лица Божьего. На самом деле, мы мудрые с вами, да. Аллилуйя. Потому что тот, кто нашел Бога, тот нашел все. Аминь. Потому что, если ты нашел царя-царей в царстве Божьем, да, то все остальное в царстве Божьем тебе прилагается. Все богатство, то, что принадлежит Богу. Все, что принадлежит Богу, становится Твоим. Аминь. Аллилуйя. И поэтому просим, иди нам свет лица Твоего, Господи. И свет лица именно. Потому что, если Господь, Его лицо сияет, да, то это значит, Он благоволит к нам. Но если Библия говорит о том, да, что нечестивые будут пред лицом Бога, да, они будут наказаны. В общем, гнев изольется Божий там на нечестивых. Вот. Но если на Тебе благоволение Божие, да, то Его лицо, оно сияет. Вот. И Бог радуется, глядя на Тебя. Он не гневается на Тебя. И на нас благоволение Божие, благодаря тому, что Иисус умер за нас на кресте. Чтобы Он принял эту жертву. Аллилуйя. Дальше идем. Деяние 3.2. Деяние 3.2. Да придут времена от рады и от лица Господа. Это пошлет Он призназначенного вам Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Это Господь обращается к тем, которые еще не приняли Иисуса Христа. Да придут времена от рады и от лица Господа. Да пошлет Он призназначенного вам Иисуса Христа. И я вам говорю, да пошлет вам Господь, да пошлет вам Бог, призназначенного вам Иисуса Христа. Да придут времена от рады и от лица Господа. Аллилуйя. Наша судьба – это всегда радоваться, потому что к нам пришло это время от рады от лица Господа, потому что предназначенный Иисус Христос был послан лично ко мне, аминь, был послан лично к Тебе. И если Он еще не послан лично к Тебе, то призови его прямо сейчас, потому что с Господом, когда Он приходит, приходит и мир Божий, и радость от лица Господа. Аминь. И наша жизнь, она не черная-белая полоса, а она разноцветная, как радуга. Аминь. Слава Господу. Итак, Откровение 6.16. Давайте откровим, Откровение 6.16. «Говорят горам и камням, пойдите на нас и сокройте нас от лица, сидящего на престоле, и от гнева агресса». Аминь. Ну, это судьба тех, кто пренебрег, да, спасением, пренебрег Сыном Божиим, кто не захотел покориться Евангелию, благодати Божией. Здесь будущее их описывается, что именно от лица Господа. И от гнева агресса, да, пришло на них это, вот, возмездие. Такое, что они хотят умереть, но и не могут. И говорят, чтобы даже горы их и камни, вот, упали на них. До такой степени им плохо, до такой степени им нехорошо. Вот, что они готовы даже, чтобы горы и камни на них свалились, вот, и вскрыли их от лица сидящего на престоле. Сидящий – это наш Господь. Вот, сидящий на престоле – это наш Господь. Нам не страшно, потому что мы уже Его приняли. Он нас спас, мы сокрыты в Нем. Но те люди, которые не приняли, им будет очень плохо. Вот. И никто сейчас не хочет, да, чтобы на него камни сыпали, чтобы горы на него падали. Потому что у него есть надежда, он не хочет умирать. Ну, вот, ещё более-менее ему нормально здесь живётся. Вот. Но наступит день, да, когда они не захотят даже жить. До такой степени будет плохо. Вот. Поэтому пока не поздно, примите Агнца Божию прямо сейчас, Своим Господом и Спасителем. Примите этого Иисуса Христа, Сына Божия, Своим Господом и Спасителем. Пусть Он станет, пусть Он вас спасёт. Аминь. Дайте Ему возможность вас спасти. Дайте Ему возможность быть вашим Господом. Аминь. И первое, Фессалоникийцам, ой, Откровение 20.11. Откровение 20.11. И увидел я великий белый престол, сидящего на нём, от лица которого убежало небо и земля, и не нашлось им места. Аминь. Слава Господу. Но это снова говорится о нашем Господе, да, что Он сидящий на великом белом престоле. Его увидел я в Богослов. Ему было откровение. Вот. И от Его лица, да, бежало, написано, небо и земля, и не нашлось им места. Лицо Божие – это что такое потрясающее, это что-то такое невероятное. Вот. И мы с вами, те, кто ищем лица Божьего, мы, это значит, что мы, это значит, что мы отождествляем себя с тем, у кого такое лицо. Понимаете? Мы отождествляем себя с ним, с тем, что мы в нём, мы в Иисусе Христе находимся. Мы, одесной Бога Отца, сидим с вами, да, мы воскрешённые, мы спасённые с вами. Бог воскресил нас и посадил нас на небесах во Христе Иисусе. И вот от Его лица, и Его лицо – это своё лицо, понимаете, когда созертаешь красоту Божью, вот, ты так начинаешь отражать эту красоту Божью. Аминь. И от Тебя побегут и небо, и земля, вот, аж ты в нём. Аминь. Нам нужно научиться себя отождествлять с ним, вот, и понимать, да, в своём разуме, что Ты один Дух с Господом, что Ты и Бог – это одно. Аминь. Слава Иисусу. Поэтому мы ищем лица в Господу, и мы нашли Его лицо. Аллилуйя. И один там Михаил Шагас проповедует, что мы должны сиять уже здесь на земле, что наше тело должно светиться. Вот как у Иисуса, прославленное тело. Даже в Ветхом Завете, да, Моисей, когда общался с Господом на горе, вот, и он спустился уже с горы, его лицо сияло, потому что он покрыл, на лицо покрывало, вот, чтобы не пугать народ. Вот, и, в общем, вот до такой степени вот он общался с Господом. И мы с Вами тоже должны с Вами сиять. Маллилуйя. Второй фисалоникитсом 1.9. Второй фисалоникитсом 1.9. Который подвергнулся наказанию вечной погибели от лица Господа и славы могущества Его. Аминь. Видите, здесь написано от лица Господа. Они подвергнутся вечной погибели. Ну, это те, которые не покоряются благовествению Господа нашего Иисуса Христа. Вот. И те, кто оскорбляют Вас, да, вот написано с 7 стиха, давайте прочитаем. 6. Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим Вас, воздать скорбью. А Вам, оскорбляемым, отрадуя вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, пламенеющим огне, совершающего отомщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествению Господа нашего Иисуса Христа, которое подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Он и во всех веровавших, так как Вы поверили нашему свидетельству. Аминь. Так что, если ты с Иисусом, не бойся. На тебе гнев Божий нет. Так как говорит Священное Писание, верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына Божия не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем. То есть лицо Божье, оно всегда сияет для нас. Но гнев Божий всегда на нечистил тех, кто не покорился Евангелием. А вот. Это не будет когда-то, это уже сейчас есть. Аминь. Так. Солом. Так. Солом 3017. Давайте 3017. Солом 3017. Так, я прошу прощения за освещение. Надеюсь, вам не нужно видеть меня. Главное, чтобы вы меня слышали. И если это лицо твое, работа твое, спасти меня милостью твоей. Аминь. Ну, это псалом Давида. Видите, он просит, чтобы Бог явил ему светлое лицо. Ну, потому что он тоже испытывал на себе гнев Божий. То, что Бог его наказывал за его грехи. Вот. И поэтому он молился, чтобы Бог явил ему светлое свое лицо. Понимаете? Если лицо Богу сияет, то это очень хорошо для нас. Вот. И вообще, да, когда наше лицо сияет, это очень хорошо для нас. Потому что видно, да, что Бог, он благоволит к тебе. Ну, потому что лицо твое сияет. Просто ты просишь, чтобы Бог явил свое светлое лицо. Вот. А он отождествляет тебя с собою, да. И если ты отождествляешь себя с Богом, то твое лицо начинает сиять. Ну, потому что благоволение Бога на тебе. Аминь. И лицо начинает сиять уже, да. Аллилуйя. Нам нужно это принять в свою жизнь. Наше лицо, когда мы молимся, когда мы пребываем в общении с Господом, да, пребываем в Его условиях, в благодати, вот. Когда Дух Святой на нас касается нас или наполняет нас, преисполняет нас, мы начинаем сиять. Ну, радоваться, сиять. В общем, улыбка там до ушей, вот, растягивается сама по себе, не знамо откуда, Ваня, вот. И, в общем, сверхостейственная радость от Господа приходит. Аллилуйя. И чем больше мы общаемся с Богом, тем больше наше лицо сияет. Ну, вот. И если твое лицо не сияет, да, то начни искать этого сияющего лица у Господа. Аминь. Что и просить, да, как Давид просил. Деви мне светлое лицо твое. Так, Псалом 41.3. Псалом 41.3. Жаждет душа моя к Богу, крепкому живому, когда приду и явлюсь при лицо Божие. Аминь. Слава Господу. Слава Господу, что Господь всегда с нами. Иисус сказал, да, по Новому Завету, что я не оставлю вас, не покину вас. И все, я слава и вас все дни до кончания века. Бог никогда не оставит и не покинет нас. А весь Слава Матвеев поет о том, да, что жаждет душа над Богу крепкому живому, когда приду и явлюсь при лицо Божие. Понимаете? Это человек, который еще только ищет, и который жаждет Бога, да, который, вот, следующий стих, говорит, слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякие вещи, где Бог-то. То есть, когда ты в таком состоянии находишься, когда не знаешь, где Бог, вот, да, ну, взывай тогда, говори, молись так же, как, этот, сыны Кореевы молились. И все, жаждет душа над Богу крепкому живому, когда приду и явлюсь при лицо Божие. Вы знаете, что мы в нем уже. И что наше лицо должно сиять. И что люди, глядя на нас, они должны видеть живого Бога. Аминь. Живого Бога, крепкого. Вот. Аминь. И приходить при лицо Твое, чтобы смотреть на Твое сияющее лицо и видеть Бога. Аминь. Видеть в Тебе Иисуса. Аминь. Сияющим лицом. Аминь. Аллилуйя. Дальше. Песни песней 2.14. Давайте откроем. Песни песней 2.14. Голубица на огущей лесколы под кровом утеса. Покажи мне лицо Твое. Дай мне услышать голос Твое. Потому что голос Твое сладок. Лицо Твое приятное. Аминь. Это жених говорит своей невесте Иисус. Да? То есть нам. Мне лично говорит. Голубица на огущей лесколы под кровом утеса. Покажи мне лицо Твое. Дай мне услышать голос Твое. Потому что голос Твое сладок. Лицо Твое приятно. Аминь. Так же и мужья своим женам говорите. Жених своей невесте говорит. Если ты жених. А вот. Ну если у тебя нет жены. Если у тебя нет мужа. Да? Если у тебя нет жениха. То у тебя есть жених Иисус. У тебя есть супруг. Он сам Творец. Иискупитель Израиля. Богом всей земли назовется Он. И Он Тебе говорит эти слова. Что Твое лицо приятно. Что голос Твой Он хочет услышать. Аминь. Слава Господу. Потому что голос Твой сладок. Малевый. Скажи голос мой сладок. Лицо мое прекрасное. Лицо мое приятно. Я голубица. Голубица Божья. Библия говорит о том. Что Иисус Христос уже нас познал. Нас познал. Вообще полностью познал. А теперь мы Его познаем. Подобно как мы познаны. Мы Его познаем. Нам нужно всю глубину Бога познать. Аминь. Это мы делаем. Это мы делаем через размышления над Словом Божьим. И нам нужно включить свой разум. И потрудиться для того, чтобы поразмышлять. Поразмышлять над тем, что говорит Господь нам. Поразмышлять над тем, что Бог нам дал. Аминь. Что мы имеем во Христе. Чтоб мы впустили Бога во все сферы своей жизни. И позволили Ему царствовать. Аминь. Нашей жизни. Чтобы и мы с Ним царствовали тоже. Если Он царствует в нашей жизни, то знай, что Ты царствуешь. Посредством того, что Бог царствует в своей жизни, и Ты начинаешь царствовать. Аминь. Откровение 1.16 Он держал в леснице свои семь звезд. И из уст Его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо Его, как солнце, сияющее в силе своей. Аминь. Аллилуйя. Это про Иисуса Христа. У Него такое тело. Он раскрыт измерзлых. И теперь Ян Богослов был видеть таким. И семь звезд – это семь ангелов. Вот. Семьи церквей. И из уст Его выходил острый с обеих сторон меч. Обоюдо острый меч – это Слово Божье. Потому что, когда Иисус что-то говорит, Иисус – это меч обоюдоострый, который проникает до разделения духа и души, составов и мозгов, и судит по мышлению намеренной и сердечной. И когда Ты говоришь Слово Божье, это Слово Божье на то же меч в твоих устах. Аминь. Потому что мы в Нем. Он в нас, мы в Нем. Аминь. И написано, да, что лицо Его, как солнце, сияющее в силе своей. А раз Его лицо сияет, как солнце, да, сияющее в силе своей, то и наше лицо должно сиять так же. Аминь. Потому что Бог отождествует нас с собой. У нас такое же тело, как и у Него. Потому что Он нас воскресил, посадил на небесах уже во Христе Иисусе. Нам нужно так мыслить, нам нужно так себя воспринимать. Аминь. У нас не должно быть самооценки ниже Плинтуса. Потому что если у тебя будет такая самооценка, ты будешь завидовать, ты будешь несчастный, ты будешь всех гноить вокруг себя, вот, обижаться и так далее. Вот. Но когда у тебя такая самооценка Божья, тебе вообще все равно. Кто там что-то у тебя думает. Потому что ты уже знаешь, на самом деле, кто ты. И ты себя воспринимаешь уже за глазами Божьими. Вот как Бог на тебя смотрит, как Бог тебя видит, так и ты. Видишь себя таким, каким видит тебя Бог. Аминь. Ты начинаешь воспринимать себя таким, каким видит тебя Бог. Конечно, ты не возгордишься. Потому что, знаете, что Бог, Он не гордый. Бог, Он не гордый. Вот. И чтобы спасти тебя от гордости, вот, у Него много способов, вот, чтобы спасти нас от гордости, и чтобы не позволить тебя заскорреться. Уж поверьте, вот, опыту любого христианина, он знает, что Бог свидетел, он, даже если ты начинаешь там носы задирать, то он это тебе не позволит. Вообще, Дух Святой, он не гордый. Если в тебе Дух Святой, да, если Дух Святой тебя открывает, вот, кто ты, в глаза Бога, и ты должен в своих глазах стать таким, каким видит тебя Бог. И если как ты себя воспринимаешь, так и окружающие начнут на тебя смотреть уже. Так же и окружающие будут тебе относиться, как ты сам к себе относишься. Человек, который себя не уважает, не любит, но и его другие тоже не будут, не уважать, не любят. Вот. Но просто это духовно ощущается, когда человек себя любит, когда человек себя принимает, когда, вот, у него самооценка Божья, вот, то и люди вокруг него, они тоже, глядя на него, вот, будут его уважать. Потому что ты сам себя уважаешь. Если ты уважаешь Бога, значит, ты уважаешь себя. Аминь. Потому что Бог в тебе, и ты в Боге. Аминь. Лицо твое сияет, как солнце, во всей силе своей. Так. Дальше идем. Откровение 22.4. Откровение 22.4. И узрят лицо его, и имя его будет на челахах. Аминь. То есть, мы молились о том, да, чтобы Бог явил нам свое лицо. Вот. И Бог, он явил нам свое лицо. Мы уже видим его лицо. Аминь. Аминь. нам нужно так мыслить. И узрят лицо его, и имя его будет на челахах. Имя, да, Иисуса Христа на нашем лбу написано. Аминь. Слава Господу. Это уже сейчас есть. Так. Вот здесь вот написано, да, что ночь не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их и будут царствовать во веки веков. Аминь. Вы понимаете, что понимаете, что те, кто верует в Иисуса, вот, они не имеют нужды ни в солнечном свете, ни, в общем, ни в освещении никаком, ни в свете солнечном, не имеют нужды в светильнике, вот, ибо Господь Бог освещает их. Понимаете, мы уже освещены с вами самим Господом Богом. Вот. И как-то, знаете, вот нету такого волнения. Вот. Отрут на меня свет, там не так падает, знаете, вот. Как вот сейчас на камере, да, вот уже третье богослужение, уже третье богослужение, вот, половина богослужения света на моё лицо вот не падает. Вот. Но у меня, знаете, вот как-то нету никакого смущения от того, что свет нам, ну, не падает солнечный свет на моё лицо, потому что меня освещает Господь. Аминь. Аллилуйя. Сейчас в дуни как-то перемешались, а я вот наоборот сейчас ночью вот не сплю, наоборот, а днём сплю. и вот сейчас не имеет значения. Ночь наступила, день наступил. Вот. Одинаково, короче, что день, что ночь. Вот. Когда Господь ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом твоим, блаженства в деснице твоего века. Аминь. Ну, действительно, да? Бог нам указал уже путь жизни, путь жизни это наш Иисус, и пред Его лицом полнота радости. Когда мы пред лицом Божьим, то мы радуемся. Вот. Мы радуемся. Что бы мы ни делали, мы знаем, что Бог всегда на нашей стороне. Вот. Блаженство в деснице твоего века. Блаженство. Ну, знаете слово блаженство? Что это блаженство? Наслаждение. Аллилуйя. Наслаждение в его деснице, то есть в правой руке. Вот. Мы по правую руку нашего небесного отца находимся, да? Он уже посадил нас на небесах во Христе Иисусе, и мы блаженны с вами. Аллилуйя. Мы с вами счастливые, мы патологические счастливчики, хронические везунчики. Аминь. Так. Салом 66-2. Давайте откроем Салом 66-2. Боже, будь милостив к нам и благословен и освяти нас лицом Твоим. Аминь. Видите, как важно было рабам Божьим, да? чтобы Бог осветил их своим лицом. Потому что когда лицо Бога светится, как мы уже говорили, значит, он не гнилается. Как хорошо, когда Бог на тебя не гнилается. Я же не представляю, как это прекрасно. Хорошо, да, когда люди вокруг нас на нас не гнилуются. Это же так хорошо. и как сразу жизнь становится, какая становится ужасной жизнь, когда кто-то на тебя гнилается. Когда кто-то там с тобой недоволен, когда кто-то смотрит на тебя с таким лицом, глазами полными ненависти и так далее. Вот, так как хорошо, когда лицо Бога сияет, глядя на тебя. Аминь. Хорошо, когда Господь радуется, да? посвяти нас лицом твоим написано. Мы с вами помилованы уже, помилованы, понимаете? У нас нет никаких сомнений в том, что мы помилованы, в том, что Бог на нашей стороне, что Он, что Его лицо сияет. Нам не нужно уже просить осветить там, лицом и так далее, потому что лицо Его всегда сияет, глядя на нас. Ну, вот всегда Его лицо сияет. Ну, если ты, конечно, чувствуешь, да? Твои чувства говорят об обратном, тогда проси, да? Освети меня, Господь, лицом своим. Аминь. Дальше. Псалом 88, 15. Псалом 88, 15. Правосудие и правота, основание престола твоего, милость и истина предходят пред лицом твоим. Аминь. Как хорошо, когда царь, он справедливый, когда царь прав, да? Когда царь милостивый, когда он правдивый, когда истина, когда истинный царь. Как хорошо. И как плохо, когда царь коварный, да, сидит, лживый царь, грозный царь, вот, жестокий и так далее, тиран какой-нибудь, дерзкий. А наш Бог не такой. Если ты думаешь, что Бог такой, поканься, потому что Бог, он, здесь написано правосудие и правота, основание престола твоего. Милость и истина предходят пред лицом твоим. Аминь. И 16 стих. Блажен народ, знающий трупный зов, они ходят во свете лица твоего, Господи. Аминь. Мы блаженны. Аллилуйя. Мы знаем, кто наш царь. Наш царь это Иисус Христос, царь небесный, царь, он владыка небесный, не только на небесах царь, но и на земле, на земле тоже он царь. Аминь. Господня земля, и что наполняет ее, аминь. Солом 113, 14. есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют. так, что-то я не то читаю. есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают, голос, а горта не споеют. Подобны им, да будут делающие их, все надеющиеся на них. Аминь. А их идол из серебра и золота делают рук человеческих. Аминь. Слава Иисусу. Ну, здесь говорится об идолах, да, когда человеку начинает поклоняться не Богу живому и истинному, да, не Иисусу Христу, а каким-то идолом. Золотым там, серебряным, вот, и начинают верить, что вот идолы ему помогут, что они его слышат, что они там видят его, да, и и вот, когда люди начинают верить, да, они начинают становиться похожими на этих идолов, которым они поклоняются. Вот кому ты поклоняешься, на того ты становишься похожим, понимаете? Вот кому человек начинает поклоняться, на того он становится похожим. Куда его очи, чаще всего смотрят, он становится на того похожим. Вот согласитесь, вот куда вы смотрите, вот вы увидели, да, что-то, и вы тоже захотели так. Какую-то вещь увидели, на каком-то человеке, вам понравилось, и тоже захотели. Прическу какую-то видели, и вам понравилось, тоже такую захотелось. И становится похожим на такого, туда, куда вы смотрите. Вот так. Кому ты поклоняешься, на того, то есть начинаешь становиться похожим. Нашим мы подобны сыну Божьему. Когда откроется, мы увидим его лицом к лицу написано и будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. Мы станем как он, как сам Бог. Аминь. Если ты поклоняешься какому-то золотому истукану, ты будешь похож на этого золотого истукану. Или серебряного там. Ну вот, если на икону, да, смотрит там человек, на икону становится похожим потом тоже. Понимаете? Вот. Поэтому следи за собой, куда ты вообще смотришь. Кому-то вообще поклоняешься. Вот. Нам нужно поклоняться Господу. Нужно поклоняться Богу живому и истинному. Аминь. Бытие 32. Давайте откроем. Бытие 32. 20. И скажите, вот и рад твой Иаков за нами. Ибо он сказал сам себе, умилостивлю его дарами, которые идут предо мной. И потом увижу лицо его. Может быть, и примет меня. Аминь. Аллилуйя Господу. Ну, это говорит Иаков, да, он послал подарки своему брату Исаву. Потому что он там накосячил и сделал очень плохо Исаву. Забрал у него первородство. В общем, обманом забрал благословение отцовское к себе. И довел его до такого состояния, что брат Исав хотел его убить. Вот Иаков сбежал. И очень много-много лет уже не видел своего брата. Тут он Бог ему готовит встречу с его братом после долгих лет. Вот. Когда они друг друга не видели уже. И вот он решил задолбить подарком. И решил, сначала пусть подарки пойдут, а потом я вслед за подарками, может быть, он вот и примет меня, да, потом покажу средовое лицо. Ну, вот такие взаимоотношения между людьми. Между людьми вот такие взаимоотношения. Сначала подарки. И вот как Господь сделал так, чтобы мы могли предстать первое лицо. Ведь мы столько много гадостей Богу сделали за всю свою жизнь. Знаете, и вот как нам явиться предовое лицо, чтобы он принял. Знаете, с каким подарком мы приходим к Богу? Мы приходим с тем подарком, который нам подарил. Он подарил нам своего сына Иисуса Христа. Вот. Вот с этим подарком мы к нему приходим. Вот. И он обязательно нас принят, когда мы с таким подарком к нему приходим. Понимаете? Да если ты без этого подарка придешь, не жди ничего хорошего. Вот. Может, ты там хочешь своими делами задобрить, добрыми делами, ну, конечно, ты можешь прийти при лицо Бога, вот, и но ты всегда будешь сомневаться, примет он тебя, не примет он тебя, вот. Ну, все добрые дела, они ничего не стоят по сравнению с верой в его сына. Если ты примешь сына Божьего, то Бог обязательно тебя примет. И обязательно вы станете с Богом в хороших отношениях будете всегда. Аминь. Так, Яна 15-13, Яна 15-13, мы знаем, что Яков и Сава помирились, да, обнялись, в общем, Исаак его простил, задобрил его подарком, потому что подарок, он тушит гнев, написано, подарок тушит гнев, это сам Соломон сказал, так, Яна 15-13, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Аминь. Иисус говорит, вы, друзья мои, исполняете то, что я заповедую вам. Аминь. Слава Господу. И это заповедь, Иисуса Христа, чтобы мы друг друга любили. Братья, сестры во Христе, чтобы мы друг друга любили. И вот больше той любви, те, кто положит душу свою за друзей своих, нет. Так вот, Иисус Христос, Он положил за нас свою душу. Он отдал свою душу, за то, чтобы мы с вами жили. Больше той любви, да, нету, сам Иисус скажу, кто положит душу свою за друзей своих. Аллилуйя. Вот на практике как мы можем полагать душу своей за своих друзей. Я уже говорила о том, финансовая помощь, да, вот когда ты служишь Богу, вот, принял Иисуса Христа, вот, человеческая в чем заключается? Чтобы радоваться, веселиться от трудов своих. Вот, и он там трудится, да, потом радуется и веселится от своих трудов. Ну, вот, ты трудишься там на работе, тебе зарплату дали, вот, ну, ты душу туда вложил, в свое время, вот, как говорится. И получается, что когда ты отдаешь, вот, да, и полагаешь душу свою, когда финансы отдаешь, там, пожертвования, там, церковь, вот, потому что эти пожертвования не послужат, да, для того, чтобы церковь, она, для того, чтобы церковь, она была, в доме Божьем была пища, для того, кто, для тех, кто служит постоянно при лицом Божьем, чтобы у них была пища, вот, и Бог таким образом, Он смотрит, полагает, что душу изобрать из своих, или нет, потому что ты, получается, отдаешь душу, когда ты, вот, финансово жертвуешь, почему человека не хочет отдавать финансы, потому что там душа его, вот, вот, потому что он, получается, радоваться и веселиться уже будет меньше, потому что он отдал свою душу, понимаете, потому что он на эти финансы мог бы больше порадоваться и повеселиться, вот, но нужно их отдать ради своих друзей, вот, ну, что-то дорогое там в твоей жизни есть, да, и нужно отдать это все, вот, так у Бога самое дорогое это был Его Сын, это Сын был и есть, Единородный Сын Божий Иисус Христос, и Он положил Его за нас, Он потому что любит нас, Он самое дорогое отдал, вот, для Бога деньги это ничто, а вот Сын это очень драгоценный для Него, и вот Он его отдал, и знаете, как мы купим, вот, дьяволу ему было, ему не нужны были деньги, ему не нужны были сокровища все Божьи, а вот чтобы купить одну твою душу, хотя бы одну душу человеческую, не хватило бы всех денег, не хватило бы даже этого, вообще не хватило бы, а вот всех денег не хватило бы, всего, что Он сотворил, не хватило бы, чтобы купить одну твою душу, и ему нужно было заплатить своей жизнью, Бог заплатил своей жизнью, чтобы, чтобы купить хотя бы одну душу, для себя, аминь, чтобы душа твоя не погибла навечно, кому-то, может быть, не нравится, что его купили или подарили, но, но, вот так оно и есть, и кому-то, может быть, не нравится, что ты был рабом, но, в любом случае, каждый человек, который не знает Иисус, он является рабом дьяволом, как бы он, как бы, ни крути, ты все равно являешься чьим-то рабом, на работе начальника, что ты являешься рабом, если ты работаешь на кого-то, вот, и, когда творишь зло, ты являешься рабом дьявола, когда делаешь зло, ты ребенок дьявол, так вот, Бог нас купил у дьявола, понимаете, он заплатил в своей жизни, чтобы ты освободился от цепей царств восьмы, от цепей дьявола, и он отпускает тебя на свободу, вы даете свободную волю, а я вот раньше, когда делала что-то плохое, я себя не контролировала, я не могла контролировать себя, сейчас, когда я со Христом, я могу же выбирать, вот, я могу этого не делать, я могу делать, но как человек, который является рабом дьявола, он как марионетка в руках дьявола, он не может себя контролировать, он делает то, что делает дьявол, понимаете, и Бог нас освободил, перевел из царства тьмы царства своего, возлюбленного сына, 1 Иоанна 3,16, давайте откроем, любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать душу свою за братья, 17 стих, а кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, застворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья, дети мы станем любить не словом или языком, но делом и истинным, аминь, видите, здесь говорится именно о достатке, да, у тебя если есть достаток, тебе Бог дал достаток в мире, да, но ты, видя брата своего в нужде, затворяешь от него сердце, вот, и написано, как пребывает в том любовь Божья, потому что это и есть любовь Божья, когда ты полагаешь душу своих братьев, это и есть любовь Божья, потому что любовь, она человеческая, она в основном эгоистична, вот, но любовь Божья, она отдаёт, аминь, так, Иоанна 13, 38, и есть церкви, да, где система, где десятины, там принято, вот, десятины отдавать, ну, это очень хорошо, знаете, потому что это получается систематическое отдавание, ты отстегнул уже 10% своих доходов, и всё, и спокоен, свободен, вот, считай, что ты полагаешь душу свою за братьевство, аминь, потому что так оно и есть, вот, и, потому что не дашь с голоду умереть этим, священнослужителям, левитам, Иоанна 13, 38, Иоанна 13, 38, Иоанна 13, 38, Иоанна 13, 38, Иисус отвечал ему, душу твою за меня положишь? Истинно говорю тебе, не проповед ты тур, как отречешься от меня трижды. Аминь. Вот Петр, ученик Иисуса Христа, сказал, Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя. Вот Иисус, он собирался идти умирать на кресте. Вот. И он сказал, я иду туда, и ты не можешь теперь за мной идти, а после пойдешь за мною. То есть вот на крест ты не можешь идти с Иисусом, вот, умирать на кресте вместе с ним. Вот. Но после пойдешь. Да, он Петру сказал. И аж никто не хочет на кресте, знаете, умирать. Поэтому Иисус пошел вместо тебя умирать. Не думай, что ты можешь вместо Иисуса пойти умирать. Вот. Это Он пошел за тебя умирать, а не ты за Него. Понимаете? Вот. И Иисус ему отдал ответ, что душу за меня отступал, прежде не положишь. Прежде, нежели простает Иисус, и трижды от меня отречешься. И так и случилось, что Петр отрекся от Иисуса Христа три раза. Вот. когда мы что-то говорим, да, вот, не надо думать о тебе более, нежели есть. Более, нежели должно думать о тебе. по мере веры, какую Богу делю тебе, вот, так и о тебе и думай. Аминь. Так. Давайте сами помо споем, споем нашему Господу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok вовек, и ты явил нам светлое лицо твое, полнота радости перед лицом твоим, аллилуйя, блаженство в деснице твое вовек, спасибо тебе, что мы принадлежим тебе, что мы твои, аллилуйя, что ты на нашей стороне, что мы в тебе, и ты знаешь, пусть лицо твое сияет всегда, и пусть наше лицо сияет на людей, которые вокруг нас, чтобы они видели, да, твою любовь, через нас, чтобы они видели Твою Божию любовь через нас, глядя на наши лица, чтобы увидели тебя, чтобы ты все яснее и яснее проявлялся с каждым днем через нас, через наше, либо наше лицо свидетельствует о том, что мы, что твое лицо сияет, аллилуйя, что наше лицо свидетельствует о том, да, что ты, что мы не имеем нужды ни в светильнике, ни в солнечном свете, потому что ты, Господь, освящаешь нас, аллилуйя, и я благодарю тебя, Господь, спасибо тебе, слава тебе, аллилуйя, слава тебе, аллилуйя, слава тебе, аллилуйя, что ты тот, который видишь нас, ты тот, который слышишь нас, и ты, мы в твоей руке и в безопасности, и наши стопы, они идут по тому пути, по которому идешь ты, аллилуйя, слава тебе, аллилуйя, и мы никогда не заблудимся, потому что ты, Бог сказал, что не оставишь, не покинешь нас, и что мы в твоей руке, никто и не похитит нас из руки твоей, аллилуйя, слава тебе, слава тебе, Иисус. Мы верим, Господь, что ты нас спас, что ты нас исцелил, что ты нас искупил, что ты нас освободил, аллилуйя, спасибо тебе, что ты нас осветил, истинно твоей, и слово твое есть истина, во имя Иисуса Христа, аминь. Давайте, Отче наш, помолимся, Отче наш, сущному весу, засветится имя Твое, да пришло царствие Твое, да есть воля Твое на земле, как на небесах, лепнешь насущный, дал им на седине, простил нам долги наши, как и мы просили должникам нашим, и не вёл нас в искушение, но избавил нас в лукаво, за Твоё есть царствие, и сила и слава веки, аминь. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,